Так, ну, когда руки отпускались, ребята, были моменты, когда что-то не получалось, и я думала, просто знаете как, у меня никогда не было мысли, что надо бросать, потому что у меня уже неоднократно был опыт, когда мне отказывают, вот так вот, да, то есть все приходят с разным опытом. Я работала в банковской сфере и неоднократно получала отказы, почему, потому что я была продвиженцем бизнеса, и я продвигала его, то же самое, что продвигаю сейчас бизнес в компании Reflame, я ежедневно сталкивалась с отказами, с отказами со стороны банка, со стороны клиентов, то есть я таким была связующим звеном, и настолько я была уже таким переговорщиком, то есть я уже коммуницировать могла, и могла как-то стыковать ситуации, как бы вот у меня опыт коммуникации был уже, я знала, что, я знаю, что не все могут быть клиентами моего банка или клиентами другого банка, и у нас будут свои клиенты, вот когда я была в позиции продвиженца банковского, но когда вы сейчас продаете бизнес в компании Reflame, вы должны понимать, так же, как понимала я, когда у меня были отказы, что не все будут в бизнесе с компанией Reflame, для кого-то Reflame это просто компания, которая просто продает, и ты им хоть кол на голове чеши, хоть рисуй, ты зарисуй все эти кругляшки, у него в голове просто шаблон и ступор, вот броня, ты ее вообще никак не пропьешь, поэтому надо просто относиться очень просто к отказам, одеть на себя бронежилет и понять, что, ребят, Reflame для всех, но не все для Reflame, и когда вы будете, идете к людям, вы-то открыты, вы-то даете возможность, вы должны понимать, что вы дали, но вы в тот момент должны быть готовы к отказам, просто надо к этому относиться как к работе, да, это часть нашей работы, работать с возражениями, чего-то кому-то пытаться там рассказать, кому-то даже доказать, кого-то убедить, кого-то факты, кому-то результаты, опыт вам покажет, как, с кем и в какой ситуации работать по продвижению своего бизнеса, поэтому я иногда просто закрывалась на какое-то время для того, чтобы просто свою работу пересмотреть, а почему не получается, а почему именно вот так не идет, что сделать, чтобы было по-другому, вы, наверное, замечаете, что у меня постоянно до сих пор система работы правится, то мы одни чаты придумываем, то я как-то думаю, как замотивировать на рекрутинг, как замотивировать на организацию ЛТО, почему? Потому что я сама постоянно в поиске, и если мы с вами остановимся на том уровне, который есть, наш бизнес остановится на этом месте, поэтому вот говоришь, да, Ань, почему, правильно, ты задала вопрос, почему я не бросила или как вот, что меня мотивировало? Нет, нет, что ты делала, когда пускали трубки, то есть чем ты себя мотивировала, вот я про это, то есть я не про то, что девчата уйдут, да, но в какой-то момент понимаешь, что ты работаешь, 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 у тебя не получается, что вот в эти моменты? А тут только перебирать, ребят, только дальше перебирать, надо просто понять, что если у всех получается, я иногда, иногда, ребят, надо слушать спонсора, созвониться, если совсем все туго, посмотреть парады успеха, посмотреть лидеров наших, которые рассказывают как раз о своих историях, это тоже очень хорошо мотивировало меня, когда я понимала, да, там на 9%, на 12%, ну да, что-то там где-то ступор, на 15% я 4 каталога была, я тоже спонсорам говорила, я расту медленно, я не расту, они говорят, ты что офигела, попробуй только скажи, что ты засиделась на 4 каталога на 15%, а для меня это был какой-то тоже ступор, я тоже вот пыталась что-то прокачать, как-то что-то изменить в своей работе, но я всегда была, ребят, уверена, я была с первых дней уверена, что это работает, потому что я лично знакома с людьми, кто здесь добился результатов, я понимаю, что у них две руки, две ноги, одна голова, они ничем не отличаются от меня, у меня даже больше где-то опыта, больше какого-то, каких-то навыков, которыми я могу здесь добиться результата, я шла дальше, я так же, как и вы, у меня не было личного бренда, ребят, вспомните об этом, у меня такой же, как у вас теплый рынок, ничем не отличается от вашего, я так же, как вы, использовала методы рекрутирования в социальных сетях, так же начинала звонить, 4 месяца только переписок, я вообще абсолютно не использовала скайп-собеседование, на человек использовать с 18%, поэтому, ребят, все ровно так же, как у вас, просто сейчас запаститесь терпением, все, ребят, вот больше, больше, больше ничего не подскажу, и, конечно, ну, должна быть уверенность в себе, ребят, многие, к сожалению, немножечко в себе не уверены, немножко у людей не хватает уверенности, что я смогу, у меня получится, я вроде не такой, как она, 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 вон, как говорит, она, вон, и там, вроде бы, как работала, и у нее там так получается, ребят, у вас будет получаться по-другому, у вас будет лучше получаться, то есть себя ни с кем никогда не сравнивайтесь, не пытайтесь себя как-то там на себя одеть чью-то там историю, у вас будет своя история, поэтому все у вас получится у всех однозначно, ребят, сейчас время роста, вот сейчас найдите просто свой метод, перебирайте методы, и получается этот следующий, неделями только не по одному дню пробуйте, ребят, примерно неделю, 10 дней пробуйте один метод, копайте глубже, смотрите, например, контакт, ну, смотрите не один вебинар, а несколько спикеров, одного, второго, третьего, посмотрели, уловили все фишки и делайте, делайте 10 дней и посмотрите, будет получаться или нет, не получается, значит, не ваш метод, Это такое часто бывает, бывает в соцсетях прет, пошел на доски, все, стоп, ни одной регистрации, зачем пошел, у тебя же там получалось, вот где будет получаться, вот там и копайте глубже и не экспериментируйте дальше, ну то есть вот есть, например, метод, который работает, вот и копайте потихонечку, копайте, 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 цель одна регистрация в день. Одной регистрации добились, ребят, потом ваша задача этим потоком проявить активных партнеров, выявить ключевых бизнес-партнеров, которых нужно научить сделать то же самое, создать поток людей на регистрации, чтобы уже их научить выявить своих ключевых партнеров. Здесь уже работа именно с ключевой командой, это уже сопровождение, вот сегодня, кстати, 18 по Москве, я буду работать, буду вебинар проводить по сопровождению глубины, как с глубиной работать. Ну, здесь все ключевые, так что они все пойдут. Так что приходите, да, сегодня будет интересный вебинар, сегодня будет информация, как глубину прорабатывать правильно. По холодному 30 регистраций, 20-30, у кого-то даже 40, один ключевой партнер. Но это ключевой, это тот, кто начнет рекрутировать, да, это партнер, кто начнет посещать обучение, кто начнет делать, организовывать личный товарооборот, то есть это такой ключик. Но из 40 будут и те, кто просто активирует номер, на связь потом не выйдет, будут те, кто будет просто покупать для себя время и времени, то есть будут такие приходящие и уходящие. Но из 40 человек можно будет разбудить через 3 каталога терминации еще человек 10 точно, когда ты уже под них сделаешь поток и через 3 каталога им позвонишь и скажешь, под вами бизнес, с вами или без вас, под вами в любом случае вырастет организация. Ребят, это по холодному, по теплому статистика лучше, по личному бренду статистика лучше. Личный бренд это когда на вас приходят, как на лидеры, когда к вам приходят уже готовые бизнес-партнеры. Я думаю, что, ну, собственно, многие уже, ну, как многие, ладно, сейчас вот только про Аню. Ань, скажи, вот я тебе давала регистрацию на личный бренд, чаще всего люди сразу включались? Ну, чаще всего, да. Это вот уже на личный бренд, ребят, но нет идеальных бизнес-партнеров. И ко мне приходят люди, которые сегодня включились вроде как, а завтра уже, завтра уже выпали из бизнеса, потому что они попадают в среду. Они попадают в среду обычного обитания и многих выбивает из колеи отказы родственников, друзей, соседей, которым они сразу бегут и начинают всем все рассказывать. То есть выбивает из колеи и бизнес-партнеров. Поэтому, ребят, нет четкой статистики. Знаете, как люди приходят разные, но вот как говорил Филимонов недавно, Артем, что из ста человек останется только один лидер. Лидер, который возьмет на себя ответственность по организации бизнеса. Говорите. Да, так что мы перебираем. Поэтому, ребят, что время говоришь, надо налаживать поток регистрации. Скорее найдем этих 40 человек, скорее мы здесь выявим ничего, правильно? Конечно. Чем скорее вы переберете поток, найдете одного ключика, второго ключика, третьего ключика, потом уже будет собираться ключевая команда. И вот ваша задача уже потом в эту глубину помочь своим партнерам организовать поток. От вашей одной регистрации бизнес не вырастет. Вот если вы научите ваших трех-пяти человек создать по 10 регистраций в каталог, у вас уже пойдет поток. От одной вашей регистрации в день ситуация не выровнится. Поэтому тут важно уже работать потом с той структурой, которая под вами появляется. Важно и делегировать, и научиться на нее передавать опыт свой, как это правильно сделать. Вот как раз сегодня и поговорим. Ребят, вот знаете как? Это вот естественный отбор такой. Везде, абсолютно везде, не все могут чувствовать себя комфортно. И в Арифлейм то же самое. Кому-то в Арифлейм комфортно с первых дней, а кому-то и через год кажется, что не в своей тарелке. То же самое. Вот многие, кто придет в этот бизнес, посидят-посидят, почувствуют себя некомфортно и уйдут из бизнеса. И вот пускайте их, не держите, потому что не все, к сожалению, смогут здесь расти. Николай, а вы говорить сможете? Или слушаете только? Сядьте хоть на дистанцию. Да, да, да. Кто? Я хотела спросить, просто услышу по-холодному, что больше доброго попал к речи. Хотела про теплые. То есть у нас с момента такая паучина, не то, что спад, да, сначала я пришла, начала регистрируй, быстро, просто все подряд. Сейчас уже посмотрев, то есть когда по теплому работаешь, да, я уже начинаю думать, ну, как бы я знаю точно, уже поговорила, что человек говорит, да, регистрируй на данные себе. Но у меня в принципе это, ну, хочешь зарегистрируй, то есть вот так. И у меня просто уже сейчас смысл в голове есть, вообще смысл вот таких людей регистрировать. Или лучше подождать, пока, если в любом случае они терминируются, да, через там 2-3 месяца. Или лучше подождать, пока они уже увидят результат, и тогда уже действительно и точно и однозначно включатся в работу. Вот у меня вот такой сейчас вопрос в голове, охота порядка такого в табличку, когда смотрю, да, когда люди, которые вообще, ну, просто там несят, меня это как-то коробит так маленько. Танюш, а вопрос в чем? Вопрос в том, что как, в какое время регистрировать? Да, вопрос в том, что стоит вот этих людей сейчас регистрировать. Всех регистрировать, Танюш. Танюш, всех регистрируй, ни за кого никогда не принимай решения. Это очень важно в нашем бизнесе, когда мы ни за кого не принимаем решения, потому что очень многие проявляют себя действительно, сегодня не готовы, через неделю они открыты для новых возможностей. Они поменяются, обстоятельства в их жизни поменяются. Я это очень часто встречала. Поэтому, ребят, вот честно вам скажу, это наша большая ошибка, когда мы за людей пытаемся принять решение, а договорить этому человеку или нет. А для этого бизнес интересен или нет. А он на машине ездит. Именно что, именно что, не то, что говорить, да, это понятно, регистрируем всех, как бы с Аней уже разговаривали, она тоже говорит регистрируй всех подряд. Просто это вот то, что еще, ну вот говорю, холодного рынка, да, вот я в парикмахисты пришла, она хочет зарегистрироваться, я ее зарегистрирую. А конкретно, что своих, ну, из которых людей я знаю, которые они, ну, она мне конкретно сказала, она, да, мне, допустим, регистрировала. Но, как бы я, ну, что активировать, ничего не собираюсь, ничего не эту самую, пока что. То есть когда она даже, ну вообще, идею даже хочет выслушивать, она просто топа, да, да, ну все. Стоит, есть смысл вообще их регать? Или там, может быть, она через два месяца уже через эти увидят, допустим, результат и уже конкретно... Да, конечно, регистрируй. Не-не-не, регистрируй. У меня знаешь, сколько так зарегистрированных? Конечно, не-не, всех регистрирую однозначно. Просто я знаю, что эти люди, они включатся, это люди очень серьезные, сильные, амбициозные. Ну просто сейчас не время для бизнеса. Я знаю, что они сейчас просто дышать некогда, они на наемной работе. Я знаю, что они там, кто в декрет пойдет, у всех возможностей появятся, и они ко мне включатся. Они знают, они понимают, что это все серьезно уже, как вот, например, взять Васильевых. Они когда меня увидели, Леша говорит, он говорит, я понял, что надо прямо узнать, что там она делает. Потому что я же не дура, 10 лет в банках отработала, уж никуда попала же, я точно не попрусь. Поэтому и к вам будут присматриваться, будут за вами наблюдать, будут смотреть за вашей историей роста. И рано или поздно включатся. Таких вообще прежде всего, вот как раз вот теплый рынок, и надо регистрировать обязательно. Так, ребят, Анют, я отключаюсь, у меня тут регистрация. Ага, давайте, ребятушки, роста давайте, все, пока-пока. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...